Отсюда берешь идеи, Макс, вообще? С головы. Ну, понимаю, да, но я не знаю. Это как опыт уже. А что за продукты вообще у тебя? Ну, у них компания по одежде. На самом деле, вообще неважно, чем компания занимается. Потому что идею можно присобачить вообще к любой нише. То есть, если у вас реально крутая какая-то идея, ее можно хоть и для компании, для одежды, для еды, для софта, вообще неважно. По поводу твоего вопроса, как, откуда брать идею. Вот ты спортом занимаешься ведь, да? Что-то делаешь, мышцы как-то... В баскет хожу, да, играю. Вот. То же самое с головой. То есть, ну, нужно качать мышцу головы, нужно качать мышцу креатива. То есть, это тоже мышца. То есть, почему это мышца? Потому что, когда ты качаешься, у тебя создаются новые волокна в организме. То есть, вот у тебя, когда мышца растет, она же как бы, она создаёт новые волокна. Мышца, она сначала рвётся, да, там, в эти связки, потом она набухает, да. Плюс, когда ты занимаешься, у тебя создаются новые нейронные связи в голове. То есть, почему ты играешь в баскетбол все лучше и лучше? Потому что твой мозг создает определенные туннели для нейронов, которые как бы закрепляются, да, там как проторенная тропинка получается, да, вот. И ты делаешь уже что-то на автомате. То есть, ты уже над этим не задумываешься. То же самое и с креативом, и с идеями. То же самое с спичем, да. Вот вы заметили, что я могу говорить без остановки долгое время. То есть, я не задумываюсь над тем, что сказать дальше. Это же тоже навык. То есть, ну, вначале я тупил, долго думал, там, что сказать дальше. Вот. А когда я приноровился, то есть, когда у меня было сотни уже выступлений, это навык. Как бы у меня в голове как будто бы есть буфер из слов, из фраз, из того, что я могу сказать. И как бы я его просто оттуда беру и вываливаю, да, там, когда мне нужно что-то там, ну, наговорить. То же самое с идеями. То есть, идея это насмотренность, это разносторонность. То есть, вот я вот сейчас вот недавно выложил пост к спискам книг, которые я вот читал, которые я планирую прочитать. Если вы вот проанализируете этот список, там же не только про маркетинг книги. Там как бы художественные из книги, там научные какие-то, бизнесовые, по психологии. Там разные книги. В этом-то и смысл, что... Причем не только книги. То есть, в принципе, вопрос контента, который вы потребляете. Потому что, как бы, есть два основных навыка, которые вам помогут креативить, да, там, создавать идеи, придумывать, там, для стратегии, для клиента. Первый навык – это умение учиться. Умение учиться – это, значит, не просто читать книги, а эти книги конспектировать, там, записывать идеи. То есть, я каждую книгу, я пишу заметки. То есть, я вот Эверноут открываю и прямо туда пишу, записываю то, что мне понравилось. Там, цитаты, фразы, там, идеи, мысли – это обязательно. Иначе, вот, вы прочли книгу через полгода, вы нихера не вспомните из нее. Это первое, да. Второе. Когда вы прочли что-то, вы должны тут же это внедрять. То есть, вот, не надо читать просто ради галочки. То есть, вы что-то прочитали, сразу, вот, перед тем, как прочитать, спросите себя, мне это сейчас надо? Ну, как бы, я знаю, куда это применить. Оно мне сейчас вот где-то понадобится? Если нет, не надо это читать. Прочтите, когда понадобится. Соответственно, когда я читаю, я вот прочел, я тут же внедряю либо в обучение, то есть, я там делюсь с вами, да, там, какой-то информацией, там, либо в работе я это применяю, там, либо, там, для книги, там, еще где-то, обязательно применение. Да, то есть, это навык обучения тоже. Дальше к навыку обучения – это фильтр информации. То есть, когда вы потребляете информацию просто не думая, да, там, не контролируя, то вы, по сути, как, знаете, как вот человек, который жрет все. Что происходит с человеком, который жрет все и не контролирует свой аппетит? Можете мне сказать, что с ним происходит? Жирение. Жирение, что еще? Метаболизм ухудшается. Что еще? По поводу вкусовых рецепторов, что у него происходит? Теряет вкус к пище, получается. Верно. Ну, он настолько наслаждается. Не так, верно. Верно. Еда уже функциональна. То есть, он уже не может отличить, где вкусно, где не вкусно. Он просто потребляет, как жвачка. Он просто жует и все, и как мусорка у него в желудок. То же самое с информацией. И, как бы, когда вы потребляете информацию, относитесь к ней так же, как к еде. У вас же есть, как бы, ну, экология еды, то есть, этика еды, то есть, то, что вы едите. То есть, вы же не все подряд пихаете. То же самое с информацией. А информация – это любая информация, не только книги. Это фильмы, видео на ютубе, статьи какие-то, блогеры, на которых вы подписаны, с кем вы общаетесь, какие телеканалы вы смотрите, даже по каким дорогам вы ездите, там, ездите ли вы в такси или на метро, это тоже влияет, потому что это тоже информация. То есть, вы вот два часа, предположим, едете на метро. А это же два часа потребления информации какой? Вы смотрите на людей, вы смотрите на рекламу, там, вы ощущаете вонючий запах, там, подмышек. Это же тоже информация, она же под корпусом записывается, подсознание туда суется. И другое дело, вы едете в бизнес-классе такси, где вам открыли дверь, дали попить, дали зарядку, вы смотрите то, что вы хотите, читайте то, что вы хотите, к вам вежливо относятся, и вы с кайфом, с комфортом доезжаете. Это же тоже другая информация, другое качество информации, которую вы потребляете, которая у вас бетонируется в голове. Вот, поэтому это первый навык, да, и второй – это логика. То есть, умение этой информации пользоваться как раз-таки, да, то есть, умение складывать из мозаики той информации, которая у вас есть, что-то свое, что-то новое. То есть, генерить контент свой. Как этому научиться? Это когда вы, например, прочитали что-то или узнали, расскажите это кому-то. Так же, как я, например, прочитал книгу, да, там, Айн Рэнд, я же поделился с вами. Или, если вам не с кем поделиться, ну, не думаю, что у вас там нету читательских клубов, да, но если вдруг вы там, не любите общаться, вы необщительный, себе в голове расскажите, что вы поняли. Вот я такое упражнение делал в школе, когда вот нам задавали что-то прочитать, да, там, по литературе. Нам говорили, а теперь напишите эссе. Как вы поняли основную идею книги, фильмы или еще чего-то? Это охеренное упражнение. Вот если у вас есть там муж, жена, там, парень, там, девушка, после просмотра фильма обсудите фильм. То есть, сядьте и его спросите, а как вы поняли? Как ты поняла, как ты понял на то, что мы посмотрели? Там, вот, что ты хочешь, вот, вот, как бы, ну, какая идея, да? Во-первых, это улучшит ваши отношения, как минимум, да? Во-вторых, это улучшит вашу думалку, логику вашу, да? То есть, умение пользоваться, обрабатывать информацию, да? И когда вы начнете это делать, то у вас именно начнется вот новый уровень восприятия информации. То есть, не просто потреблять и запоминать, а делать вывод. И, соответственно, вот, когда вы начнете это все, ну, тренировать, то из просто образованного человека вы становитесь мудрым человеком. Вот какое отличие? Образованный вы мудрый? Можете мне сказать, кто знает? Ну, мудрый может и применять информацию, правильно? Образованный просто знает и не применяет. Ну, это как история с отличниками и трогичниками, да? Делать правильные выводы. Делать правильные выводы и так поможешь. То есть, понимаете, мудрый не значит начитанный, мудрый не значит, который прочитал больше, чем образованный. Мудрый не значит запомнить просто даты и имена. Мудрый значит уметь пользоваться, включать логику, то есть использовать эту информацию, да, там, то есть как бы вот быть, то есть уметь пользоваться жизнью, так скажем, да, то есть как бы вот быть приспособленным к жизни. Вот в чем отличие мудрого от образованного. Поэтому я настоятельно вам советую быть мудрым, а не образованным человеком. То есть не просто читать ради галочки или там смотреть что-то, а именно вот впитывать, понимать, зачем тебе это надо, как тебе это расширит или улучшит. То есть не просто там пошли, там послушали органную музыку, да, а вот как я вот недавно ходил в Калининграде, по сути, ну я же музыкой занимаюсь, я не просто слушаю органную музыку, а я пытаюсь ее расчленить на гармонии, на какие-то созвучия, на абертона, то есть понять вообще, как этот человек писал, композитор эту музыку, басовые линии услышит, да, там мелодику основную, аккорды. Я это все раскладываю в голове, и это меня развивает. И я кайфую от этого, потому что когда люди просто слушают музыку сложную, там джаз, блюз или классику, ну музыка, а когда ты начинаешь ее анализировать, то есть как бы представлять, думать, как это вообще все вот оно, и это начинает тебя развивать, потому что ты начинаешь как бы мыслить как бы другим планом, понимаете, да, о чем я говорю. То же самое здесь, то есть вы, например, увидели рекламу, включите не просто потребление, да, там как вот Биг Мак взяли, сожрали, пошли дальше, а подумайте, а как эта реклама создавалась, а какой посыл в ней, а какой скрытый смысл в ней, а какая скрытая мотивация в этой рекламе, а как она влияет на людей, а зачем ее сделали, какая была цель, а какой результат этой рекламы, а как она сейчас повлияла на людей, а что с людьми произойдет после этой рекламы. Задавайте себе такие вопросы, вот, и тогда у вас получится генерить идеи и концепции для клиентов. С другой стороны, фастфуд тоже надо уметь делать, потому что это уже тот же музыка хип-хоп, да, в сути это фастфуд, музыка, которая... Знаешь, я тебе так скажу, возможно, я не прав, но те, кто делают фастфуд, они не едят фастфуд. Не едят фастфуд, да, да. И те, кто пишут музыку фастфуд, они не потребляют музыку фастфуд, потому что потребляя фастфуд, ты не можешь создать фастфуд. Это да. Только потребляя сложный контент, ты из него можешь делать либо такой же сложный контент, усилив его своими опытами, мыслями, либо сделать из него простой. Опростить, да, то есть как бы убрать лишнее и сделать что-то свое, но простое. Но из простого простое не получится. Это априори, это факт, это, ну как, это как вот правило такое. Ну, невозможно из простого простое сделать, потому что там не с чего же упрощать. Хотел спросить, а вот про креатив. Это касаемо бренда одежды, если брать его как кейс. Креатив, с твоей стороны, в чем заключался? У них вообще продукт был доработан в плане самой одежды? То есть там дизайн, посадка одежды и так далее. Или тебе нужно было креативно заниматься именно продвижением? Ну, просто я спросил, какая у них цель. Я посмотрел их продукт, познакомился. Я им накидал, что можно сделать за год, чтобы им увеличить, то есть прийти к той цели, которую они запланировали. Я им прям конкретно раз, два, три прям дал. Не просто типа идите в Инстаграм, а конкретно с чем идти в Инстаграм, как это показать, какую рекламную кампанию запустить, на какой инфоповод создать. Я им прям накидал, нормально так. Ну, а в плане продвижения брендной одежды, ты, наверное, вдохновляешься с ты, наверное, какими-то другими более крупными брендами, более успешными, может быть, какими-то, не знаю, ноунеймами, которые только начинают расти и хорошо показывают себя в плане продвижения. Я всем вдохновляюсь. То есть я, во-первых, сам потребитель одежды. То есть я люблю одеваться дорого-богато, да, как бы, и я смотрю за трендами, я смотрю, кто во что одевается. У меня жена очень любит это все, да, там, ну, модель, там, вот это все. Во-вторых, я интересуюсь. То есть я там, вот, мне Off-White нравится бренд одежды, я прочитал про него, что он раньше работал в модельном доме Prada, по-моему, или Gucci. Потом, значит, я купил книгу про Gucci, почитал, да, то есть, ну, как бы, я пытаюсь разобраться, а как оно вообще вот все вот создалось вообще, как это вот произошло. Он же, он же не с полпинка взял и придумал. Ну, да. Ну, там, наверное, больше история про креатив, именно дизайн тоже сыграла роль. То есть цвета, вот объединение цветов, фасад, там, мелочи вот эти в плане одежды. Ну, так, ну, так, нет, пока не смотрел, но хочу. Ну, так, нужно же разбираться, а почему он именно такой стиль одежды сейчас дал? Почему этот тренд? Почему вот этот урбан, почему вот эта вот скейтерская тематика, она основа на хайп? Почему? Потому что веяние общества такое, то есть общество требует вот этого. Он это понимает, и он это дает обществу. А почему это обществу важно? Тут уже включается социальная психология, тут уже включается социальная инженерия, да, там, эволюция психологии человека, эволюцию общества. Общество же тоже эволюционирует как человек. То есть мы каждые 10 лет меняемся. Мы каждые 10 лет, условно, мы переходим от коллективизма к нарциссизму, индивидуализму, да. потом от нарциссизма мы, условно, перейдем в анархизму, скорее всего, да, потому что то, что я сейчас наблюдаю, это мы идем к анархии сейчас. То есть отказ от всего, от правил, от управляющих органов и так далее. А потом мы перейдем, возможно, к восточной философии, когда единение с миром. Ну, то есть у меня такие как бы предположения. И оттуда же идет тренд. То есть как бы если ты это видишь, чувствуешь, ты понимаешь, что будет дальше. То есть смысл маркетолога не в том, чтобы продать здесь и сейчас, а чтобы на полгода год вперед продумать, что там будет. Потому что пока ты это придумаешь, пока ты это реализуешь, пока это все сделается, грим-то пройдет. Если то, что ты сейчас придумал, оно уже не будет актуальным. То есть ваша задача как маркетолог, как стратегов предугадывать, что будет через полгода, через год. А для этого нужно как бы читать, анализировать, собирать информацию, читать какие-то статьи, анализируя, что на Западе происходит. Потому что мы, как правило, в 90% случаев копируем Запад. Да, то есть вот это все нужно понимать с учетом особенностей нашего поведения и особенностей социума нашего. Потому что мы же разные. То есть одно дело русский человек, а другое дело американец.